итак друзья подписчики я вас всех приветствую на своем канале это очередная распаковка посылок сайта алиэкспресс как вы увидели уже в названии к видео ко мне приехал телефон это сяоми редми ноут 7 pro как вы можете видеть он ко мне доехал за 24 дня на самом деле просто у меня не получилось сделать сегодня скриншот вовремя и поэтому видите вот 23 дня вчерашний до сортировка и как раз уже выдача получается ну так получилось я извиняюсь получается можно сейчас сказать сразу характеристики просто побежаться я хочу сразу сказать напомнить что это у меня как обычно распаковка они обзор поэтому я делаю чисто поверхностные описывать чисто поверхностные характеристики да и делаю тесты получается ну не больше не меньше на самом деле и так вот этот телефон до получается именно его характеристики потому что есть и другие немножко отличается вот это у нас сяоми редми ноут 7 pro 6 гигов оперативки встроенная память 128 гигов также у нас есть камень snapdragon 675 2 и 2 гигагерца насколько я помню восьмиядерный также у нас есть разумеется аккумулятор на 4000 также есть быстрая зарядка есть такая функция quick charge 40 версия вроде все правильно говорю диагональ нас 63 и также фишка этого телефона это камера разумеется камера двойная сзади 48 плюс 5 мегапикселей и передняя фронталка на 13 мегапикселей вот очень добротный такой телефон на самом деле опять же бюджетный сегмент и поэтому сейчас будем мы все как обычно как и с любым моим товаром все те же самые операции будем смотреть внешку а также делать тест проверять все характеристики этого телефона но не прям все как в обзоре но вот у нас вот такая вот упаковочка как раз для россии самое то я думаю кто часто заказывает себе товары с алиэкспресс они меня поймут вот очень классно упаковка я вот прям безумно люблю такую упаковку если бы все товары в такую упаковку упаковывали это было бы просто бомба потому что бывает приходит да ну вы не раз видели приходится всякие мятые короче коробки просто вообще на ужас и то есть ты просто надеешься что там все нормально внутри вот мы и короче скрыли сразу видим зарядка вот такая получается зарядка интересно конечно выполнена то есть защита от детей что или чуть такой вообще не пойму вот видим короче а 110 до 250 вольт 10 ампер до интересных зарядка такую не разу видела честно говоря ну ладно пускай будет такая далее видим тут у нас ничего больше нету можете видеть вот у нас такая коробочка веселенькая прикольная да коробочка вообще дизайн очень крутой вот видим короче те же самые характеристики которые я говорил то есть я вас не обманываю в принципе телефон дата выпуска его 2018 год дату я не помню какой месяц поэтому куча уже обзоров на этот телефон было то есть и я не вижу смысла делать на него обзор то есть я чисто покажу распаковочку да и я думаю этого будет достаточно ну разумеется мы в настройки с вами пройдем посмотрим чтобы все у нас соответствовало потому что версии есть разные так давайте посмотрим здесь здесь у нас силиконовый до бампер у нас больше опять же ничего нету так это пока в сторонку здесь у нас скорее всего мануальчик будет и так думаю да вот короче мануальчик ни хрена не понятно абсолютно то есть я не владею этим языком тайским бесполезно короче вот и такой вот у нас такая бумажка не знаю это отзывы оставлять или человек такое в общем не суть вот такой у нас силиконовый чехол на действительность силикон вот ну видите в чем проблема то что этот чехол да он не будет закрывать камеру то есть видите он просто на плоский нету вот этого бортика до необходимого для этого телефона то есть чтобы камера у нас жила дольше чтоб она у нас не царапалась а так то честь силиконовый чехол тут он в принципе неплохой но блин этого недостаточно поэтому я заказал отдельно бампер у которой как раз есть бортик я также хотели заказал чистого такую оправку до продается отдельно для камеры специально такая штучка есть то есть я сейчас буду разные вариации делать со стеклами с пленками с бамперами то есть подходящий мне вариант буду подбирать так так ладно пока что вот видите да прочее говорю то что вот на камера как раз таки выпирает она у ее душа сенсор от sony да он бодренький в отличие от семерки где стоит самсунговская да вот он кстати лучше снимает а также камеры то у них одинаковые принципе что у семёки что у 7 pro так камера осторожненько так давайте посмотрим дальше дальше у нас вот такой вот переходничок идет точнее не переходничок я хрен вообще знает это получается да вот этот переходник да вот она у нас собралось такой зазор короче огромный какой-то непонятный вообще образовался на здесь все на свежая поэтому да поэтому у нас такой взор так понятненько это у нас все короче втыкается это хорошо вот у нас получается шнурочек получается он у нас метровый шнурок вот он тайп с разъем да мне получается я переходники уже заказал они и камни уже пришли даже переходники потому что везде же android шнуры я имею ввиду android имеется micro usb вот тут я как раз немножко мог бы влететь у меня была бы только вот одна эта зарядка да а также нужно еще автомобиль на работу там и так далее в принципе что тут сильно проверять что все понятно думаю все у нас будет работать нормально но можно потом окнулись принципе как вариант вот он телефончик вообще бомба я до решился языкать в синим цвете телефон не хотел заказывать в черном потому что как-то грустновато это постоянно все черное вот те же самые характеристики у нас здесь обозначены ну и давайте в принципе сделаем первый запуск сейчас посмотрим сначала да вот у нас в принципе да у нас в принципе все вообще нормально абсолютно никаких не сколов не дефектов ничего я не наблюдаю все отлично да вот я этого конечно ожидал то что он действительно как бы ну где-то на полтора сантиметра выше получается чем мой meizu mx4 да у меня такой довольно древний телефон вот да то есть в принципе ширина такая же а вот высота как бы да блин тут уже одной рукой проблематично достать вот собственно а так при этом руке лежит очень даже не сказать что прям сильно огромный то есть да принципе неплохо давайте короче первый запуск делаем сейчас давайте на нас сниму эту хрень короче что-то мне она не нравится общественно неудобно так вот нас встречает операционка кстати я пользуюсь телефоном вот опять же meizu mx4 да там где есть одна кнопка здесь же кнопок вообще нету никаких тут все у нас да кстати я забыл вам сказать то что я заказал с индийской версии до прошивки получается вот я просто подумал что нет смысла ждать от 300 до 700 часов до чтобы unlock до пришел разблокировка до пришла чтобы перепрошить телефон то есть ну штукарь это вообще ни о чем на самом деле потому что и так экономия бешеная то есть соли когда заказываешь да нежели здесь или вообще в любом своем родном городе вот поэтому принципе дома жарко да поэтому блин алиофобка с моими пальцами сейчас да немножко чуть-чуть подпотели как-то вот не очень прикольно на самом деле болен не могу найти чудо нашел вот сейчас первый настройщик короче у нас идут да у нас тут есть короче не пока пропустить нужно да все это у нас короче в начале идет все эти настройки все как обычно при покупке нового телефона сейчас мы это все просмотрим ну все пишет настолько завершена вроде как блин ну хорош телефон вообще конечно хорош все новенькое всегда хорошо конечно это разумеется сейчас он что-то там нам грузе получается да вообще все такое 0 или 0 мега получается вообще очень круто так вот фокус поймался вот можете видеть края у этого телефона то что они немножко закруглены в принципе если обзор осмотрели да то есть вы уже в курсе всего этого долго грузить приложение и не знаю что там загружает вообще должно быть еще вроде как обновление да насколько я помню должно прилететь но она не прилетит тем более что я вайфай не вел вот так сейчас мы сразу пройдем в настройки да не аккаунт ну в общем так сейчас о телефоне почитаем вот чтобы сравнить то что действительно мне приехал то что я заказывал да мы видим то что у нас 8 ядер это понятно оперативная память шестерка внутренние 113 то есть я удасту 28 заказывал 113 в использовании по туши но какое-то количество всегда идет на установку памяти так что в принципе вот ноут 7 про так что вроде как все совпадает у нас все все характеристики пуши же есть и весь а где на 4 с чем-то там ну короче 4 гига оперативки да и 64 гига памяти вроде так есть такая еще версия вот эта версия разумеется чуть подороже будет так же как и вместе с прошивкой тоже она дороже вот вот но вообще очень очень даже круто яркость на полный попробуем настолько напомню что мой телефон мэйзу не справляется с отстройкой яркости ну слишком ярко получается конечно авто ярко стоит gps нахрен рация но вай-фай это все в принципе можно будет сделать потом тут защита у нас просит все дела разрешаем запомним так у нас получается камера я не вижу но вроде камера у нас без пленки защиты что ли я вот правда не вижу хотя должна по идее быть защитная пленка на ней как бы так вот но тем не менее дефектов никаких на камере я не вижу даже вот если бы пленка там была бы да то есть вот камера можете видеть она чистейшая да есть небольшие там ну небольшая пыль прям небольшая и сюда так и как она снимает она получается фокус как-то срабатывает но я пока не знаю как это может быть обновление нужно будет скачать туда она будет быстрее фокусится фокусится снимает вообще резко конечно что сравнивать с моим телефоном и с этим да ну вот видите да получается что-то как-то фокус не поймался сразу почему-то ну может быть лучше такой такой получения давайте короче другое надо вот ему так коробочку ну честно говоря фото это вроде бы неплохо да но как-то я с фокусом наверное я не разобрался или что-то там не знаю короче может быть обнова должна быть или еще что-нибудь вот вообще как бы камера очень очень хорошо передает цвета то есть все это есть на самом деле так и блин я немножко из кадра выхожу сейчас вроде как все передает вообще отлично насыщенная картинка вот но сама фокусировка то есть и блин не знаю то ли у меня глаз такой то ли чё ну вот видите вот в этом месте фокуса немножко не хватает как будто бы вот здесь вот вот можете видеть да смаз такой идет так что с этим нужно еще разбираться я думаю явно камера должна быть нормальной абсолютно вот давайте эту камеру попробуем вот он я короче вот давайте вот этот сейчас схватим сейчас угу так так вот сова ну-ка сова да вот родная камера снимает в принципе неплохо да но все равно вот видите то есть если обзоры смотрели получается вы в курсе то что идет сглаживание долбанное то есть что-то вообще удаляет вырезает получается как-то ну не очень прикольно она снимает как бы родная камера а вот если google камеру поставить да то это будет уже намного получше она будет адаптироваться то есть и все эти смазы все это я думаю будет лучше корректироваться так что в принципе в принципе антуту я сейчас ставить не буду да то есть опять же это все время нужно будет так то в принципе меня все устраивает то есть и скорость телефона и отзыв получается и дисплея и так далее как бы вроде все работает очень даже нормально вот можно как раз поставить жесты да и убрать эти вот три кнопочки на дисплее можно будет чисто жестами пользоваться но опять же я думаю что вы в курсе всего этого так что в принципе я сейчас как бы проверил более-менее да то есть не положить на камеру я не хочу вот ну а кстати да можно же еще вспышку проверить да можно вспышку проверить HDR вот у нас вспышка вот у нас вспышкой фотка ужасно конечно вспышкой я имею ввиду не камера да то что вообще вспышка как-то снимать я вообще не люблю никогда вот ну чё вспышка то работает нормально как бы так что в принципе блин в принципе мне будет больше проверять то особо нечего я говорю то что если устраивать какие-то тесты да то нужно будет как раз скачивать сторонние программы да это нужно будет время это я буду делать уже потом сам вот наедине с телефоном так скажем так что все сами видели да ссылку я оставлю в описании получается к этому телефону также советую скачать скидка.ру также будет кэшбэк с любой покупки с алиэкспресса там то есть скидка будет да не совсем большая да но скидка будет так что это все равно приятно вот телефон сингапурской почтой доехал за 24 дня это тоже в принципе очень даже нормально и камеры проверил да характеристики телефона я проверил все вроде как соответствует так вот бегло можно сказать комплектацию видел вы видели получается да то есть вот она зарядочка с переходником шнурочек метровый так тут короче два варианта получается либо я не так понял комплектацию к этому телефону да либо мне не положили защитные пленки получается или пленку защиту одну я хрен его знает вот но вроде как нигде ее нету получается значит скорее всего ее наверное не должно быть чисто должен быть наверное вот такой вот силиконовый чехол зарядка проводочек и сам телефон и вроде как все ну и всяк вот эта шелуха мануал и так далее в принципе это да ладно хрен с ним то есть можно будет временно купить здесь пленку да то есть и потом уже ко мне приедут и стекла и чехол нормальный то есть не вот этот вот силиконовый чехол а то есть с бортиками да чтобы камера у нас была скрыта вот так же приедут получается ну вы поняли да вот такие вот бортики здесь специальные а также кстати я то ли пленку то ли стекло заказал на саму камеру то есть у меня будет масса вариантов да потому что ходит легенда то что если ты вот наподобие чехол ставишь да то есть бампер только не силиконовый да а именно такой жесткий пластик то стекло которое прилеплено на дисплее оно выдавливается так что я говорю разные будут варианты по разному будем пробовать и я в итоге для себя найду наиболее мне подходящий вариант вот так что в принципе на этом все но это привычка не такая так разблокировать свою мейзу вот на этом все то есть если у вас будут какие то вопросы пишите в комментарии да задавайте вопросы вот на это все я блин я сейчас и в короче блин у меня новый телефон впервые за три года получается я так часто не меняю себе телефона то есть не вижу смысла тем более что бюджет у меня идет не только в телефоны то есть в технику у меня также есть другие дела вот как у всех в принципе я товаром доволен получается ссылку я как уже говорил оставлю в описании поэтому спасибо за просмотр всем пока пока